К моменту создания самого Думера в Москве, по-моему, там всего-то принимали участие 12 человек. И приходов было где-то под 50. И это же не помешало уважаемым нашим коллегам организоваться в Совет Муфтиев России, Дум Европейской части России, потом Дум Российской Федерации. И я не очень понимаю вот этого подхода военных стандартов, почему они решили, что вот одной части, например, духовенства можно было в свое время принять решение объединиться, а почему другим нельзя? Мы же такие же граждане Российской Федерации, мы такие же мусульмане, но мы приняли вот такое решение. К огромному сожалению, то, что мы сегодня имеем, это плоды деятельности как раз-таки вот этих уважаемых товарищей. Если бы они в свое время предприняли правильные решения, то никаких бы развалов централизованных религиозных структур в России бы не было. Мы пожинаем те плоды, которые они вырастили. И стала необходимость сегодня о том, чтобы объединить уже существующие. Мы же не создаем новые муфтияты. Ну, например, муфтияту Омска, наверное, уже 30 лет. Муфтият Чувашии в 1993 году, я с истоком создал еще Исламского культурного центра 1992 года, 25 лет. Хантамасийский муфтият, например, 24 года, по-моему, там Тахир Хазрят ведет работу. Кемеровский муфтият, лет 20, наверное, существует. Еще другие региональные управления, они приняли решение о том, что объединить наши усилия. Предложения наши были какие? Во-первых, я уже сказал о том, что в самом названии нашей организации заключается ответ того, что мы не собираемся никем управлять. Мы предлагаем формат собрания, и как в Коране сказано, и решайте ваши вопросы совещанием. Мы предлагаем садиться за один стол и совместно принимать решения по тем или иным вопросам, которые сегодня волнуют мусульман. Об этом же идет речь. Где мы будем собираться? В Москве или в Уфе или в Казани или в булгарах ли? Это уже вообще другой формат. И, кстати, хочу напомнить, что в 2013 году, встречаясь с религиозными деятелями, президент Российской Федерации, если вы обратите внимание на его речь, там очень четко выразился о том, что хватит делить верховестство. Кто верховный? Суть не в этом. Суть в том, что мы сегодня предлагаем умами, что мы сегодня предлагаем вообще мусульманскому сообществу. Не секрет, в России становится мусульман и по численному количеству больше. И завтра встанет социальный вопрос вообще в гражданском обществе. А куда же мусульманск вообще пойдет? Какого он выберет для себя путь? Упаси Всевышний радикальные направления? Или все-таки тот лояльный, спокойный, в нашем понимании традиционный толк ислама, который всегда в России был мирного ислама? Вот же какие вопросы перед нами ставят. Мы же об этом должны больше задумываться.